Всем привет! Многие удивятся, а некоторые даже усомнятся в моем здоровье, если я скажу вам, что мы с вами живем на дне океана. Вы даже не представляете себе, что на месте широких проспектов и узких улочек, многоэтажек и старинных зданий некогда плескались теплые воды океана с красивым названием Тетис. Давайте пройдемся с вами по дну океана, а ныне улицы Красной, и узнаем, что же было миллионы лет назад и кто были первые жители. Примерно 280 миллионов лет назад территория современной Кубани была дном океана Тетис. Этот древний океан простирался через весь земной шар, разделяя материки Лабразию и Гондвану, давшие начало современным континентам. Именно с этим океаном связаны величайшие морские тайны, мифы о затонувших цивилизациях, в том числе всемирный потоп и загадка исчезнувшей Атлантиды. Таинственный океан Тетис оставила себе память в виде протянувшейся через всю планету горных ректов и реликтов Черного, Средиземного и Каспийского морей. Так что наше родное Черное море уникально своим прямым родством с древнейшим океаном Тетис. Но ничто не вечно на земле, и океан Тетис обмелел, оставив после себя теплое Сарматское море предшественника Черного и Каспийского морей. В те далекие времена по земле ходили динозавры, а контуры континентов мало, чем напоминали современные. Так что со стопроцентной вероятностью можно догадаться, что первые жители теплых экзотических морей на нашей территории были головоногие моллюски, родственники нынешних осьминогов, кальмаров и креветок. Ну, здравствуй, земляк! Изменился ты. Помельчал, раковину сбросил, деликатесом стал. Хотя даже имя изменил. Сейчас-то мы называем ее Креветка, а называлось красивым словом Аммонит. Кстати, у наших соседей в Адыгее есть просто уникальный природный памятник, связанный с этими огромными моллюсками. Долина Аммонитов. Ее так назвали именно потому, что там их нашли невероятное количество. Кстати, что это я? Почему нашли? До сих пор находят. Если вы, полюбовавшись бурными потоками реки Белой в знаменитой Хаджокской оттеснине, пойдете вниз по течению, то наверняка найдете свой Аммонит. Правда, если будете внимательными, потому что на первый взгляд ископаемое можно перепутать с обычным камнем, «Обратите внимание на его форму. Он будет похож на шар. Найдите, полюбуйтесь и оставьте его, где взяли. Не так уж их и многое осталось. Лучше пускай ее подберет какой-нибудь научный сотрудник и поведает ему этот каменный шар историю давно минувших дней». И вот такие вот Аммониты, они были самых разных размеров. От горошины до колеса грузовой машины. Вот один из Аммонитов имел раковину размером в три метра. Представляете себе, если раскрутить эту ракушечку, раскрутить ее, сделать, как лестницу, она достанет до четвертого этажа. Так что вот в таком виде ты мне больше нравишься, без раковины и без громадных многометровых щупальцев. Кстати говоря, на реке Белой нашли панцирь Амонита размером в полтора метра. Миллионы лет назад и деревья были выше, и все было больше. А когда океан обмелел до моря, пришли сухопутные животные. Установлено, что динозавры нашу землю не топтали. Эта гипотеза не подтвердилась. Зато всяческие представители моря с удовольствием. Даже дети знают, как выглядели водные динозавры и динозавры летающие. Вот следы их жизнедеятельности и находят на Кубани при раскопках. Но чаще археологи находят останки доисторических слонов, размер бивней которых достигал порой трех метров. Были и другие животные невиданной красы. Мастодонты, генотереи, носороги и даже страусы. В Темрюкском районе найдено целое кладбище доисторических южных слонов «Богатырская сила». Находки 800 тысяч лет. И раскопки с находками всегда вызывают живой интерес не только у археологов. Под роскошным кубанским небом места хватало в ту доисторическую эпоху всем. Были, между прочим, первые лошади. Они были размером с большую собачку. Звали их красивым именем гипарионы. Только, пожалуйста, не путайте их с пони. Гипарионы – вымерший род семейства лошадиных. Предок или близкий родственник современных лошадей. Известны более 50 видов этого рода. Гипарионы жили многочисленными стадами на травянистых равнинах типа саван. Вымерли, не оставив потомков. Размером эти животные были с пони. Гипарионы были хорошими бегунами и приспособились к питанию жесткой и сухой растительностью. Они были широко распространены в Европе, Африке и Азии. И позатонувшие ныне суши проникли в Америку. Их стада, населявшие степи и саванны, были настолько многочисленны, что весь фаунический комплекс второй половины плеоцена получил название гипарионовой фауны. До конца неогена гипарионы успешно конкурировали с настоящими лошадьми. Последние гипарионы вымерли в Африке уже в ледниковый период. Очень жаль, что не остались и не живут сейчас эти красивые, изящные гипарионы. Ну, кстати говоря, они не одни, те, кто погибли в ледниковый период. Исчезли и еще одни представители фауны – медведо-собаки. Это сейчас у нас на Кубани медведи отдельно, собаки отдельно, как мухи с котлетами. А в то прекрасное время они могли не просто существовать вместе, они существовали в одном теле. Так и назывались – амфицион. По виду и образу жизни, амфицион кавказский больше напоминал медведя, чем собаку. Их вес колебался от 80 до 600 килограммов. Эти резвые собачки с повадками медведя представляли собой огромную угрозу для всех живущих. Но ледниковый период всех уравнял в правах. А пока ледник наступал, конкуренцию на продовольственном поприще медведа-собакам составили саблезубые кошки. Не смотрите на своего питомца с опаской. У стандартной саблезубой кошки клыки были до 30 сантиметров и работали исключительно в двух случаях. На охоте, что было понятно, и в брачном союзе, чтобы впечатлить партнершу. Милые кошечки тоже не пережили ледник. Вот так и существовал бы весь этот набор из птеродактилей, морских дьяволов, медведа-собак, саблезубых кошек и прочих представителей фауны. И грызли бы они друг друга, но в одночасье накрыло всех ледником. И остался только человек умный, сообразительный, чтобы сделать оружие, охранять и сохранять огонь и любить ближнего своего. Ну, точно так же, как хотелось бы, чтобы были вновь идти сегодня. Первые люди, как вид, появились на нашей земле пять тысяч веков назад. Что-то вело их из Азии через крутые горы Кавказа прямо к Черному морю. Обнаружены стоянки каменного века вдоль моря и по всему Кавказу. Природные богатства помогли окончательному становлению человека человеком. Минул каменный век, бронзовый, и все не спеша, но убедительно двинулись к прогрессу, если бы не воинственно-захватнические инстинкты предков. Основным занятием которых была война. И если ее не было, то надо было придумать и совершить поход. В VI веке до н.э. скифы военно ходили в Малую Азию и сражались с местными племенами миотов. В станице Старокурсенской и Елизаветинской обнаружены фрагменты миотских погребений, датированных к I векам до н.э. Потом сражались с римлянами, болгарами и не всегда успешно. Завоеватели меняли друг друга, князей, господ. Половецкие бабы XI века, что лежат в дворе музея Фелицины, могли бы очень многое рассказать о битвах при царстве Тмутаракань. Да вот только лежат они, как дрова. Все, никак денег не хватает, чтобы поднять их, оставить в истории. Вот так и жили люди в то время. Из войны в войну, из похода в поход. Пытались навести связь с черкесами, с адыгейцами. Товары разные давали, продавали, обменивали. Черкеши на гужон брали. Но все равно срывались в войну. Плановую ли, ежедневную ли, но обязательно беспощадную. Вот такой у нас в этот раз марш-бросок получился. От первой креветки до государственных осмысленных приказов XVIII века. Что было дальше? Ну, дальше больше. История ждет нашего осмысления, понимания. Займемся этим в будущем. Вы смотрели Кубань самобытную. Счастья вам сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok